друзья привет меня зовут либо мир борода в сегодняшнем ролике я хочу вам показать чем отличаются на первый взгляд вот эти два одинаковых плетения так друзья давайте начнем с первого варианта я взял такой яркий паракорд чтоб вам было классно все видно в моем случае этот отрез длиной с метр вот отмеряем середина как всегда и делаем петлю которую я уже много раз показывал петлю такой узел так сказать вот то есть мы берем вот так этот край закидываем сюда а потом берем этот край проводим снизу и закидываем верхнюю петлю чтобы было понятно можете поставить на паузу еще раз вернуться и все в принципе тут легко подтягиваем его тут петлю мы можем регулировать длинную короткую как нам удобно под ключи под ножи и под прочие всякие дела то есть все тут делается очень легко и просто что мы делаем дальше то же самое совершенно опять так же накидываем проводим снизу под стропой эту заводим снизу и сверху закидываем в петлю опять можно поставить на паузу медленно прокрутить и все понять дальше мы подтягиваем и подбиваем их 1 к 1 чтобы было у нас так вот аккуратно так давайте попробуем еще раз то раз берем этот край проводим сверху над левой стропой проходим под ней вот теперь берем левую стропу просто опускаем ее вниз захватываем правую стропу и сверху образующие образовавшуюся петлю закидываем хвост и затягиваем таким образом у нас получается стандартная стандартное плетение змейка наверное давайте назовем ее змейкой косичкой змейка я впутаюсь все время этих названиях еще разочек давайте пройдемся он получается такая у нас красота делается очень быстро можно использовать как при плетении темляков так и для плетения браслетов также сделали петлю на другом конце браслета сделали либо какой-нибудь узел для того чтобы заходил в эту петлю и образовывал замок либо иногда подвешивать знаете есть такие брусочки с огневым кристалла также могут заходить петлю можно при прибам при бомбить туда какую-нибудь пуговку бусинку и прочее дело также случае с темляками сюда подвешивается какая-нибудь бусина делается узел все очень легко и просто собственно вот это плетение как делается я думаю вам понятно так ну и теперь давайте перейдем к второму варианту второго варианта я беру такой же отрез паракорда первое действие у нас такое же как в первом варианте кто не рассмотрел в первом варианте смотрите во втором вот аккуратненько вам показываю как мы делаем первый узел подтянули сделали что мы делаем дальше 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 мы берем вот этот вот хвост закидываем его просто сюда тут немножечко наш узел расслабляем и заводим его еще раз туда то есть получается что мы делаем как бы двойной узелок и затягиваем у нас получается вот такая вот штука понятно да теперь он переворачиваем на вот эту сторону вот у нас двойная немножечко ослабляем петлю и берем вот эту вот нашу правую стропу и закидываем просто и снизу заводим в нашу ослабленную петельку и затягиваем вот так у нас видите получается теперь мы опять поворачиваем и вот эту вторую нижнюю немножко ослабляем тут опять же берем эту стропу проходим снизу и сверху в образовавшуюся петлю закидываем и затягиваем переворачиваем на другую сторону делаем то же самое и затягиваем теперь здесь переворачиваем расслабляем заводим затягиваем и таким образом мы опять же можем плести браслет и темлики все так же как в первом нашем варианте просто плести немножечко сложнее что ли метод несколько другой сейчас чуть-чуть про плиту еще чтобы показать вам дальше то у меня теперь новая мастерская я вам на фоне кирпичиков теперь буду туториала снимать этот все в кирпичиках думаю это не мешает на процесс нашего учебного сезона все видно хорошо в принципе по идее можно взять две иголки одеть на концы и тогда не надо будет сильно делать вот это действие расслаблять петлю можно будет просто заходить иголкой как прошивать но мне вот как-то привычно так руки уже наловчились и сами так сказать делают свою работу надо даже забываешься что ты делаешь а пальцы плиту тогда начинаешь задумываться как ты сделал можешь ошибиться у вас бывает такое так вот мы сплели сплели два варианта вот у нас первый вариант вот у нас второй вариант а визуально ну можно сказать что они одинаковые разница в том что когда мы тянем первый вариант у нас получается вот такая вот фигня видите получается узлы и между узлами мы видим стропы разъезжаются во втором варианте когда мы стягиваем этого не происходит потому что они связаны между собой ну и соответственно для темляков там и для браслетов вот этот первый вариант в принципе нормальный ну и многие его делают потому что никто же вот так вот делать не будет правильно там что-то рвать ломать вот плюс если это браслет он еще получается немножко как бы пружинит да то есть если мы немножко не не догадали размер то он в принципе растянется и все будет нормально вот этот же вариант хорош для каких-то для плетения каких-то страховочных шнуров там где может быть усилие для того чтобы наше плетение удержало я таким плетением делаю поводки для собак для собак таких больших и мощных которые могут вырвать просто и вот такой вот наверное поводок они но не то чтобы порвут выглядеть он будет после первой же прогулки ужасно вот а этот будет держаться долго и круто такой вот был урок надеюсь что он был вам полезный кому что непонятно задавайте вопросы в комментарии кому понятно ставьте лайки и делайте репост этого урока вот приглашайте друзей на канал вот и пишите еще что вам показать а я постараюсь выходить в эфир почаще и делать как можно больше интересных уроков надеюсь этот ролик был вам полезен и очень хочется вас попросить поставить лайк либо дизлайк и написать какой-нибудь комментарий обязательно подписаться на канал если вы на него не подписаны а тем кто не знает как подписываться на канал а если вы смотрите в какой-то социальной сети этот ролик не применитесь перейдите все-таки на youtube и подпишитесь потому что аккаунт в гугле сейчас есть у каждого вот и соответственно подписаться ничего вам как бы не стоит для меня это хороший показатель это будет меня мотивировать для создания других интересных уроков по плетению спаракорда ну и что-то вам за жизнь свою рассказать и так далее собственно репостите показываете проявляйте какую-то активность и всем хорошего настроения с вами был любопед борода до новых встреч с вами был Игорь Негода